Добрый день дорогие друзья! Я нахожусь у подножия горы Машук в Эммануэлевском парке Вот там у нас вдали находится Пятигорск Ну не вдали, а это и есть Пятигорск А Машук мне было интересно именно здесь начать рассказ о своей системе секретное махание Потому что Машук переводится как Трон Солнца Трон Солнца Солнце вот видите здесь на Машуке встает И со стороны Пятигорска, со стороны Бештау Выглядит это так, как будто оно с этой горы поднимается И идет по небосводу Для меня это было очень важно Потому что махание, основа маха это именно Солнце Потому что те, кто утверждает, что Солнце это Ра Они берут такую вот египетскую, как говорится, версию этого названия У нас, конечно, была распространена и версия Мах Или Мах Дида Мах когда-то вот на горе Эльбрус Сейчас тут за зданием ее можно было вдалеке увидеть Построил свое жилище и собрал Гора была Алатырь И собрал славян для того, чтобы у нас родилась вот такая славянская братство И такая славянская Русь У нас долго на Руси правили Мономахи Которые идут от Константина Мономаха Который тоже имел символ Солнца с крестом внутри И считал, что он вот такой солнечный император У нас Владимир Мономах точно так же считал И построил храмы с золотыми куполами Как символы Солнца Поэтому Солнце для меня важно Именно как символическая вещь А здесь на Кавказе этот символ в названии Мах или Ма Очень сильно распространен Но я думаю, что он распространен еще не от кавказских названий А от того, что принесли сюда Арии когда-то И здесь вот Махачкала, Магас Это все вот берущие от начала Сам Эльбрус в местности этой назывался Ошаха Маха То есть место Бога Значит сам Бог назывался Мах А Богиня Маха Вот Бог Маха это Солнце А Маха это Луна Это Луна Ата Маха сейчас и так Самая старшая женщина в каком-то роду Называется именно так Маха Мать Но мы с вами идем по пути Где любую часть отношений с духовностью То есть с религиозностью Отвергаем напрочь Как это сделал в свое время митрополит Серафим Чичагов Сказав, что те, кто думает, что я лечу молитвами, святой водой Значит и другими таинствами Это значит богохульстве Я тоже так же считаю Что те, кто считает, что вот даже в этом использовании Или в ведическом использовании Солнце как Бога Это богохульство Богохульство Мы берем его здесь чисто как природный фактор О котором говорит сам митрополит Чичагов Вот и все остальные И берем как природную силу Которая нам нужна для нашего проживания Вот я сделал такое маленькое вступление Сейчас я его маленечко прекращу А потом я вам уже покажу гимнастику Которую будем в дальнейшем разбирать По движениям, почему то или другое сделано Но гимнастика это только часть системы Только часть системы Я вам не случайно показываю И показываю то, что митрополит Серафим Чичагов Говорил по отношению к питанию По отношению к приему средств По отношению к приему воды, грязи и так далее Я вам тоже расскажу Как в моей системе это все используется Уже с точки зрения современных Вот каких-то отношений к этому И я думаю, вам всем будет это интересно Еще раз выглядим на солнышко Тут у меня, видите, зеленая шторка Которая делает мое лицо зеленым Я думаю, это тоже такое символично очень Потому что мы к природе, к растениям Очень близко подойдем И вглубь их заглянем Все, спасибо за внимание Это была вступительная часть Ждите продолжения Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok